А, тут донаты. Владимир, 100 рублей. Интересна обстановка у вас в Штатах с пауками, а конкретно в квартирах и домах. Много ли ползают и насколько больших размеров пауки? А еще ползают ли они по ночам по людям у вас? Бывало ли, что просыпаешься из-за того, что по тебе ползает восьмилапый маргинал? Насколько агрессивны те пауки, что обитают дома? Ну, я не натыкался на серьезных таких пауков, ну, кроме как в зеркале, да, то есть в основном тут обыкновенный домашний паук, так называемый, и, ну, он довольно маленький. В принципе, формально здесь на западном побережье, но если ты южнее Сиэтла живешь, ты так или иначе можешь наткнуться на рыжий отшельник, вот этот браун реклюз. Он, ну, такой в средней опасности паук, он может укусить, да, но он кусается, кусается больно, и, в принципе, он небольшой. Есть еще несколько видов пауков, которые, в принципе, кусаются. Есть гигантский домашний паук, есть порода такая. Гигантский домашний паук, он примерно размером, ну, вот такой вот где-то. То есть он, ну, не гигантский, прямо скажем, не птицеед, но, в общем-то, холодный климат, поэтому тут больше паук просто не может быть, чем вот этот. Значит, он может укусить тоже, но он для человека, по сути дела, не ядовитый. Там, ну, будет болеть какое-то время, но без последствий, короче, серьезно, так опухнешь ее, типа, все. А вот, значит, рыжий отшельник, значит, браун реклюз, да, есть еще хобоу спайдер. Я раньше думал, что это то же самое, что и рыжий отшельник, но нет, паук-бомж, это другая порода паука. Ну, тоже средней опасности, тоже может укусить, там, заражение, но не смертельно. Черная вдова у нас вводится, черная вдова, сами знаете, она маленькая, и у нее яд смертельно опасен. В среднем один человек в год умирает от укуса черной вдовы до сих пор, в 21 веке. И есть, есть такие, знаете, есть такой белесый, короче, паук, достаточно мерзкого вида, но он не домашний, он уличный. Он дома может у тебя оказаться только случайно. Равно, кстати, как и паук-бомж, и отшельник, вот, они все только случайно дома у тебя могут оказаться. Но вот этот беленький, он в особенности. Вот он самый уебанский, блядь, потому что там заражение наступает довольно быстро и быстро нагнаивается. Вот, то есть там паук-лейфер, да, значит, он вот такой вот пример, он небольшой, он просто очень неприятно выглядит, и он очень ядовитый. Ну и, опять-таки, чтобы вот здесь, в Орегоне, его найти, это реально надо постараться, короче, то есть он вообще потеплее любит. Но если идти южнее, то там прыгающие пауки, блядь, паук-волк, нахуй, то есть это в полный рост все представлено, по-моему. С пауками все очень хорошо. Вот, можно в Неваду поехать, там тарантулы есть большие, но по пустыне тарантулы, по тарантулу штука пустынная. Ну вот этот вот такой серый такой, который с сороконожками там сражается. Ну знаете, вот этот вот, this centipede is a predator, то есть вот там, где эти сороконожки ядовитые, они в долине смерти живут. Вот, там же и тарантулы огромные есть, они друг друга уярят. А на юге Калифорнии есть прыгающие пауки, да, как в Австралии. То есть ты его пытаешься тапком ебнуть, а он такой, мип-мип, короче, как, ну вы поняли.